Знаете ли вы, кто это такой? Да, Навальный А вот не показалось, что на фото он каким-то очень старым столь выглядит Да, его просто замучили Он в принципе стал очень замученным Но он всё так же придерживается своей точки зрения, что как бы похвально Вот, но Особо каких-то чувств он не вызывает Потому что я не знаю этого человека, только слышала И какие-то свои мысли у меня О нём особо не складываются впечатления Этому господину Наташа, не надо Я не знаю, кто это Ну, Алексей Навальный, если ты считаешь Наташа, не надо А почему не хотите? Ну, потому что мы Не надо, не надо Наташа, не надо Так происходит с многими, на самом деле Не всех Данное место приводит в лучший вид Скажем так Ну, да, очень Мне кажется, за такой небольшой промежуток времени Он слишком сильно сдал Ну, как думаете, что вот такое сильное старение Какие-то воздействия на него? Да, не знаю Возможно, да Возможно, нет Возможно, на него влияет в принципе Заточение подобного образа Любых нарушителей По их мнению Страивает и карцером И голодом И всеми возможными им доступными способами Поэтому думаю, что он явно не исключение Часто люди не узнают Говорят, что он поменялся очень сильно Ну, в худшую сторону Да, все говорят, что его там не кормят И поэтому стал намного хуже выкрутить Ну, как думаете, вот К нему там плохо относится? Либо это какой-то монтаж? Ну, не исключено, что к нему там плохо относится Либо он сам устроил Какой-то забастов К Навальному я отношусь очень негативно Это человек, который, я считаю Очень многое сделал отрицательное для страны И продолжает делать это Я целиком и полностью поддерживаю Владимира Владимировича Путина Который Знаете, есть хорошая поговорка Вор должен сидеть в тюрьме Вот господин Навальный должен сидеть в тюрьме И получить еще не только срок, который он получил А он должен, как инагент, как предатель Он должен сидеть в тюрьме Здесь, что он политический заключенный С ним крайне плохо обращается Даже хуже, чем с обычными зэками Постоянно его отправляют в ШИЗО За... непонятно за что Запускают в ручей Не передают книги Передачки и так далее Ну как думаете, из-за чего так? Ну потому что он политический заключенный Конечно, это несправедливо Но как бы вот причина такая Я так считаю Просто... Был в нашей истории Такой персонаж, как Сергей Магницкий Сергей Магницкий частич был Karena Господин Сраведливый А В том числе, что он был в России, который был в России, который был в России, в России. Если посмотреть его историю, все становится очевидным. Да, можно человека поместить в камеру, где будет температура воздуха ниже нуля. Да, можно ему не подпустить врачей. Ну и так далее. По списку можно пытать, можно все что угодно. Сам факт, что происходит беззаконие такое в стране, конечно, очень печально. На его месте может оказаться, по сути дела, кто угодно, и даже если он что-то совершит, отвечать он должен по закону, как это предусмотрено, а не в каком-то, я не знаю, констлагере. Ну, не забываем, что в интернете достаточно много фейков, но если это правда, то честно, как человека его жаль, потому что лечить его, даже самого больного человека надо лечить, и в такой ситуации, ну, мне будет его жалко. Именно чисто как человека, не как политика, а именно человека. Мне, конечно, как человека его жалко, но применительно к такому мужественному человеку я бы сказала, что я восхищаюсь его мужеством. Я испытываю это больше, чем чувство жалости. Как человека мне его безусловно жалко. А почему все-таки вот вы им восхищаетесь? Я не могу припомнить за все время, сколько я о нем слышу, никакого факта предательства. Это раз. Во-вторых, те, кто называет его предателем, вряд ли повели бы себя аналогично ему в таких тяжелых условиях. Так что я считаю, что он больше патриот, чем многие патриоты, люди, которые называют себя патриотами. Я считаю, это свет в темном царстве. Он говорил то, что думал. Я ему верю. Однажды я была на демонстрации. Меня удивило то, что очень много было молодежи, не пионерского возраста, как нам говорили, а именно взрослые. В среднем это где-то 28-29 лет. Хорошо образованы, хорошо одеты. Никаких в алкогольном объединении я не видела. Это было Пушкинское. Я была вне темы. Я там просто гуляла. Но когда я к ним присоединилась, я поняла, что я попала в правильное течение. Грамотные, умные. На плече у них были кеды или кроссовки. И тогда говорили очень много о Медведеве. Идорно, страшно, и подавали. И у поддорного столба пешкой последнего попа, последнего царя удавим. Вы знаете, мне жалко, что вот с Навальным такое происходит. И я думаю, с каждым разом все будет больше и больше. Каких статей ему пришивать. Это кого-то он обвинил, какого-то ветерана. Он его знать не знает. В общем, вот так. Но рано или поздно все заканчивается. И я думаю, что он выйдет на свободу. Его поддержат люди. Ну, я думаю, что то количество раз, когда его отправляли в камеру за какие-то совершенно незначительные нарушения, не соответствует, в принципе, нормам содержания человека в местах лишения свободы. Это было жестокое обращение. Вот насколько я знаю, я читаю новости, слышу то, что к нему очень плохо относятся в тюрьме. То есть ему спать вначале не давали. А сейчас медикаменты... А что вы хотели? Талонов на усиленное питание? Вы же поймите. Ну, в любом случае же есть такие понятия, как права человека. Да, конечно. Видели фильм «Джокер»? Вот недавно вышел. Смотрите. И когда главный герой совершенно маленький человек, который с улицы, который убил трех представителей, ну, отношающихся к верхушке, он сказал, что вы переполошили, сказал он. Если бы я умирал перед вами, вот так вы перешагнули и пошли дальше. Ну, что вы переполошили? Навальный? Навальный? Не он первый, не он последний. Сколько человек так умирает? Кому до этого есть дело? Потому что, понимаете, он пошел... У нашего президента сейчас очень высокий рейтинг, несмотря ни на что, согласитесь. Это выбор большинства. То есть своими заявлениями он пошел против большинства людей. Как бы там ни было. То есть против народа. В нашей стране это всегда заканчивалось очень плохо. Народ терпит, 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 потом сажает на вилы. Это подтверждено историей. Государство будет наиболее успешным, если в этом государстве существует тоталитарный режим. Да, у нас не хватает более тоталитарного режима. В таком государстве не будет таких людей, как Навальный. Демократия себя исчерпала. Посмотрите сейчас на Америку. Где правит Байден, где, как они говорят, демократия. Где есть вот эта вся... Вам нравится государство? Скажите. Вот не страшно вот на данный момент находиться в стране, где могут, ну вот, каждого человека, который оппозиционно настроен, который какие-то свои идеи имеет, противоположные идеям нынешней власти, могут отправить в тюрьму, там досмоты запытать. Страшно. Но дело в том, что не каждый человек может найти в себе силы, возможность и так далее уехать из страны. И приходится жить таким человеком, который просто молчит. Ну, конечно, страшно, но поэтому большинство... Поэтому сейчас и особо не видно крупных оппозиционеров. Они сейчас люди где-то за границей, либо что-то... А внутри страны их просто сажают, делают дела на них и все. Вот. Но, как бы, мне, как обычному гражданину, ну, естественно, это как бы неприятно, это отвратительно и так далее. Но, в целом, жить можно, если ты, как бы, не достаешь головы спуска особо. Ну, я бы не хотел бы там вставать на коленях, как вот есть... Про BLM говорите, да? Да, про BLM, да. Я бы не хотел бы вставать... Русский человек не должен вставать на колени перед другими нациями. Мы русские, и мы должны быть впереди и выше всех, и лучше всех. Я не говорю, что мы должны диктовать свои условия. Мы никому не диктуем свои условия. Мы просто дружелюбно относимся ко всем людям. И сегодня, вот, например, да, вот несколько часов назад было землетрясение в Турции. Да, и кто первый обратился? Опять-таки Россия предложила свою помощь, и... А запад этого не сделал. Вот и все.